Видео подготовлено сайтом online.gz.net. Здравствуйте, решим задание 348. И нам нужно заполнить пустые места в следующей таблице. Нам задано условие, все числа больше или равны минус 3. Нам нужно написать название числового промежутка, которому соответствует этому условию, нарисовать графическую модель, аналитическую модель и символическую запись. Ну и для примера графическая модель приведена на числовую оси промежуток показать. Аналитическая модель – это с помощью неравенства записать условие и символическая – с помощью промежутка записать условие, которое у нас дано. Еще раз прочитаем первое слово. Все числа больше или равны минус 3. Так как у нас здесь участвует только одно число, числа должны быть просто больше или равны минус 3, то это либо луч, либо открытый луч. Но так как числа могут равняться началу луча, число минус 3 – это просто луч. Графическая модель. Чертим числовую ось. Отмечаем число минус 3. Так как это луч, то начало луча у нас должно быть закрашенное. Больше или равно числу минус 3, значит, все числа, которые лежат справа от числа минус 3, то и здесь. Аналитическая модель. х больше или равняется числу минус 3. И символическая запись. От минус 3, квадратная скобка, до плюс бесконечная. Следующее условие у нас есть, но у нас есть графическая модель. Давайте сформулируем условие. У нас числа лежат левее, чем число минус 3. Минус 3 число у нас не закрашенное, поэтому это, во-первых, открытый луч. Сформулируем условие. Все числа просто меньше, чем число минус 3. Запишем это с помощью аналитической модели. х строго меньше, чем число минус 3. Мы читаем промежутки слева направо, поэтому слева у нас, если графическую модель смотреть, ничего нет, не ограничен промежуток, поэтому от минус бесконечности до числа минус 3 и круглая скобка, потому что у нас открытый луч. Следующее, третье у нас получается строка. Здесь дана аналитическая модель. х больше или равняется 17. Это просто луч, как и в первом случае. Давайте запишем сразу символическую запись от 17 до плюс бесконечности, и условие будет такое же, как и в первом случае, только там у нас было минус 3, а здесь 17. В этом условии у нас будет звучать все числа больше или равны 17, и графическую модель осталось забросить. Также для этого нам нужен числовой луч. Отмечаем точку 17, закрашенную, и заштриховываем ту область, которая находится правее, чем число 17. Четвертая строчка. Здесь у нас есть только символическая запись от минус бесконечности до 8 квадратная скобка, значит, у нас этому будет соответствовать нестрогое неравенство и закрашенная точка на графической модели, на числовой оси, поэтому это просто луч. Так как от минус бесконечности до 8, то нам нужны все числа, которые меньше или равны 8. Так и напишем условие. Все числа меньше или равны 8. Ну и, соответственно, графическую модель нам нужно сделать 8 будет закрашено. на числовую оси. И так как нам нужно числа, которые меньше, чем 8, поэтому штрихуем слева от числа 8. Пятая строчка. У нас здесь числовой промежуток имеет два конца, минус 5 и 8, поэтому это либо интервал, либо отрезок, но так как у нас концы закрашены, значит, это отрезок. Закрашенным точкам соответствуют нестрогие неравенства, поэтому х больше или равно, чем 5, но меньше или равно, чем 8. И, соответственно, символическая запись. Ну и условия сформулируем. Все числа больше или равны минус 5 и меньше или равны 8. Шестая строчка. Есть у нас тут условия. Все числа больше, минус 10 и одновременно меньше, минус 1, так как тут в нем присутствуют слова равные, а строго больше и строго меньше, то это интервал, а не отрезок. Интервалу соответствуют строгие неравенства, больше, чем минус 10, но меньше, чем минус 1, и круглые скобки соответствуют интервалу от 10 до минус 1. Но и на графической модели у нас концы этого числового промежутка будут не закрашены. И нам нужны числа, которые лежат между этими двумя числами, между числом 10 и 1, значит, мы штрихуем область между ними. Седьмая строчка. У нас тут аналитическая запись. Есть нестрогие неравенства, поэтому у нас будут квадратные скобки. Это будет отрезок. На графической модели на числовой прямой точки минус 2 и 3 будут закрашены. И штрихуем область между числом 2 и числом 3. И, соответственно, условия у нас будут все числа, больше или равные минус 5, и одновременно меньше или равные. То есть, больше или равные минус 2, конечно, и меньше или равные 3. И последняя строчка, восьмая. Символическая запись у нас здесь есть. От 15 до 25 круглые скобки, поэтому у нас будут строгие неравенства. Больше 15 строго и меньше 25 строго. На графической модели точки у нас будут не закрашены. Это будет у нас интервал. И условие будет следующее. Все числа больше 15 и одновременно меньше 25. Ну и выполнили задание 348. А если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.